привет меня зовут андрей левицкий и как можно заключить из моей фамилии левицкий у меня в роду были поляки также в роду были украинцы русские и литовцы мой дед крестьянин еще при старине иосиф виссарионович был жил в колхозе тогда из колхозов крестьян особо так не отпускали и он на ветро самогона это наша такая семейная легенда толе выменял у председателя колхоза свой паспорт то ли испоил председателя колхоза и забрал для украла сейфика свой паспорт вообще с этим паспортом подался в город поступил в строительный институт и в результате стал известным строителям и изобретателем у него было несколько международных патентов на изобретение в общем то если мы жили на западе то наша семья была бы ну по сути миллионерами в ссср миллионеров не было мы просто меняли квартиру в центре киева гараж и машину. Бабушка, на которой женился дед, была литовской дворянкой или, по крайней мере, из рода литовских дворян. А другая бабушка после Второй мировой войны жила в Чернобыле. Все мое детство, в общем, прошло в Чернобыле. Эта знаменитая полосатая труба над ЧАЭС была символом моих ранних лет. Мы ходили, охотились на местных мутантов, бродили вокруг ЧАЭС, собирали грибы в Чернобыльских лесах. И вторым таким символом моего детства было собрание сочинений Герберта Уэллса, которое стояло в нашем Чернобыльском доме, где прочитал все фантастические романы, которые там вообще были. Помимо Уэллса, ну вот Уэллс, Гарри Гаррисон, братья Стругацкие и Станислав Лем, это четыре писателя, благодаря которым я сам стал писателем-фантастом. В общем-то уже годам к 15 я был совершенно четко уверен, что буду писателем-фантастом. Правда, после этого мне пришлось после университета Киевского сменить множество работ. В 90-х годах было много всяких приключений в жизни, о которых вслух лучше не рассказывать. И все это закончилось сотрудничеством с фирмой GSC Game World киевской, которая создала компьютерную игру Stalker. Я участвовал в сценарии пары игр GSC, в том числе к сталкерскому аддону «Сталкер. Чистое небо». После сталкера был в Сурвариум, и теперь вот выходят мои книги по Сурвариуму. Со своей последней работы я уволился, наверное, уже больше десяти лет. Не хожу в офисы, не работаю на дядю Босса и только пишу. Поскольку меня всегда тянуло в безлюдные места, я никогда не любил города, большие скопления людей и так далее, то сейчас в результате всех своих жительных перипетий я живу в Болгарии, в горном районе, достаточно глухом и диком, недалеко от границы с Грецией. У нас здесь рядом с домом растут 100-метровые ели и бродят медведи. Так что пока что я обосновался здесь, где я продолжаю писать книги. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok